Традиционная оперативка с участием первых лиц города прошла в Серпуховской администрации. Демонтаж незаконной рекламы, квартиры детям-сиротам и готовность катков – таковы её темы. Первая тема повестки – реклама. Тут всё предельно ясно. Чтобы разместить рекламную конструкцию, нужно получить разрешение в городской администрации, соблюсти требования к внешнему виду. Не хочет бизнесмен действовать законно, рекламу придётся убрать. А с теми, кто предписание проигнорирует, будет работать полиция. Штраф за нарушение требований для организации может достигать миллиона рублей. В 2016 году отделом рекламы было выдано 295 предписаний о демонтаже информационных и рекламных конструкций в количестве 807 штук. Было демонтировано около 800 штук в этом году и 407 рекламных конструкций в прошлом. Конструкции на частной земле тоже не должны размещаться самовольно. Правда, не все собственники желают считаться законодательством. Сейчас в суде находятся три исковых заявления о принудительном демонтаже незаконной рекламы. Среди нарушителей – Артём Шавкун, Виктор Науменков и даже член общественной палаты Сергей Лактин. О предоставлении квартир детям-сиротам рассказала замглавы Юлия Купецкая. В этом году жильё в новостройках приобрели для восьми молодых людей. В будущем году квартиры получат 16 человек. В 2018-м ещё восемь. На реализацию программы за эти два года область выделит порядка 53 миллионов рублей. То есть по два с лишним миллиона на каждую квартиру. Застройщиков приглашают к участию в открытом аукционе. Ведётся работа с риэлторскими агентствами. Город заинтересован в приобретении жилья как у застройщиков, так и на вторичном рынке при условии соотношения площади жилья с санитарным состоянием. Санитарные, благоустроенные квартиры. Ещё одной темой повестки снова стали катки, которые проверили на готовность. Вопросов почти никому не осталось. Хороший лёд на большинстве ледовых площадок. На весенней советской в питомнике ещё занимаются заливкой или доводят покрытие до ума. Низкое качество льда у занария ЖКХ, так что жителям домов на бригадной и дальней пока на коньках, увы, не покататься. На эту среду перешёл и другой вопрос прошлой недели – вакцинация. Разногласия в цифрах, которые возникли между отделом по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Роспотребнадзором, исчерпаны. Оба ведомства сошлись на изначально озвученном количестве вакцинированных – 48 663 серпуховича. Незначительно пересчитали только процент, но его характеристика осталась прежней. Наши показатели 35% для города Серпухова в целом по Московской области будут очень хорошие. Подробнее о главных темах оперативки расскажем в завтрашнем выпуске.